Всем привет! Меня зовут Павел, и сегодня я вам расскажу 11 интереснейших фактов о Лео Фендер и его гитарах. Ролик снят при поддержке Studio Overdose. Studio Overdose это репетиционная студия, студия звукозаписи и музыкальная школа в самом центре города на Казанской 7. Если вы музыкант из Питера и никогда не были в Overdose, то первое знакомство с данной студией будет гораздо приятнее, воспользовавшись моим промокодом в описании к данному ролику. Факт первый. Первыми музыкантами, открывшими для себя гитары Фендер, были кантри-исполнители. Лео Фендер производил гитары и гитарные усилители целое десятилетие прежде, чем их начали массово использовать рок-музыканты. Изначально эти гитары взяли на вооружение именно кантри-исполнители. Фирменная фендеровская вибрато тремоло позволяла добиться того звенящего саунда, который был среди них очень популярен. Факт второй. Изначально компания прославилась не электрогитарами. Во времена бигбендов, если вы были басистом, вы стояли позади сцены со своим огромным вертикальным контрабасом. Если ваша группа слышала, что вы там играете прекрасно, а еще и зал, тогда вам вообще сказочно повезло. Поэтому в 51-м году произвел фурор не телекастера, а бас-гитара Precision Bass. Ее фишка состояла в том, что в отличие от контрабаса она не была вертикальной и имела лады для точности, Precision. К тому же она подключалась к усилителю, освобождая бас-гитаристов от огромных и тяжелых контрабасов. Факт третий. Телекастер должен был носить другое имя. В 51-м году Лео представил прототип Телекастер, первый цельнокорпусный инструмент испанского типа. Изначально Лео назвал свое детище Бродкастер, так как считал, что инструмент будет изначально идеально смотреться на телевидение. To broadcast. Передавать по телевидению. Однако компания Греч подала на него в суд, так как выпускала барабаны с таким же названием. Поэтому Лео пришлось отказаться от этого имени и изменить его на Телекастер. По иронии судьбы, компания Греч, производящая полуакустические гитары и барабаны, сейчас ходит в концерн Fender. Новость четвертая. Лео Фендер не умел играть на гитаре. Потеряв работу секретаря во время Великой Депрессии, Лео решил превратить свое увлечение электроникой в бизнес. Магазин Fender Radio и Record Shop вскоре превратился в корпорацию Fender, и так как Лео не умел играть, ему приходилось приглашать музыкантов, чтобы качественно тестировать прототипы электрогитар и комбоусилителей. Факт пятый. Первым, кто популяризировал в Англии гитары Fender, был Клифф Ричардс. В 1951 году запрет на импорт американских товаров в Англию был снят. Первым, кто воспользовался ситуацией, был Клифф Ричардс, юная рок-н-ролльная сенсация. Он одолжил свою гитару коллегам по группе The Shadows, которые записали песню Apache, хит, вдохновивший целое поколение британских подростков взять в руки Fender Stratocaster. Факт шестой. У гитар Fender цвет автомобилей. Если сейчас гитара может быть любого цвета, то изначально все гитары Fender были лишь одной раскраски – Sunburst. Черный по краям и светло-коричневый ближе к середине, но в 1961 году Fender решил добавить в свой каталог несколько цветов – красный, зеленый и разные оттенки металлического, которые были взяты у самых узнаваемых автомобилей США того времени. Факт седьмой. Первая общедоступная подписная модель Fender была выпущена лишь в 87-м году. После того, как Эрик Лэптон продал свою всемирно известную Блэк, и в 87-м году он начал подбирать ей в замену более современный вариант. В этом же году компания Fender предложила сотрудничество и выпустила его подписную модель. А также на ее основе годом позже была создана подписная гитара Инги Мамстена. Факт восьмой. Фендер первым стал искусственно состаривать гитары. В 91-м году Кит Ричардс попросил отделка стоп-шопа Фендер сделать ему гитару, чтобы тот мог использовать ее в туре The Rolling Stones. После того, как Кит получил свою гитару, он пожал, что она выглядит слишком новой и блестящей. Вернул ее и попросил ободрать ее немного. Так и появилось искусственное состаривание гитар. Факт девятый. Fender производит гитары и аппаратуру не только под своим именем. В концерт Fender также входят такие производители, как Squire, Gretch, Jackson, Charvel и Eddie Van Halen Gear. Факт десятый. Из десяти самых дорогих гитар в мире, шесть из них — гитары Fender. Так, Fender Broadcaster прототип телекастера был продан за 375 тысяч долларов. Стратокастер Клэптона Gold Leaf за 455 тысяч 550 долларов. Лени Стива Рея Вона за 632 тысячи 500. Блэк Ки Эрика Клэптона за 959 тысяч 500. И стратокастер Хендрикса в 68-м году за 2 миллиона долларов. Самая дорогая гитара в мире Reach Out to Asia Fender Stratocaster была продана за 2,7 миллиона долларов в 2005 году на аукционе в Катаре. Он был создан благотворительным фондом для того, чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим от цунами. Инструмент подписан Миком Джаггером, Китом Ричардсом, Эриком Клэптоном, Брайаном Мэем, Джимми Пейджем, Дэвидом Гилмором, Джеффом Бэком, Питом Таунзентом, Марком Ноффлером, Рэм Дэвисом, Лиам Галлахером, Ронни Вудом, Томми Айоми, Ангусом и Малкольмом Янгами, Полом Маккарти, Стингом, Ричи Блэкмором и всеми членами группы Дэв Лепард и Брайаном Адамсом. Факт одиннадцатый. В девяностых годах мужчина из Англии женился на своем Стратокастер. Крис Блэк вышел на новый уровень и женился на своей гитаре бренда Defender. Событие было ярко освещено масс-медиа и трансляцию в церкви в лишь несколько телеканалов. Моя жена часто подходила ко мне и говорила, почему бы тебе не жениться на ней? Ты любишь меня больше, чем ее. Ну я и женился, сказал в одном интервью Крис. Затем вместе со своей новобрачной он отправился с группой в тур в память Джимми Хендрикса. Хочу выразить огромную благодарность интернет-изданию Рокульт за предоставленную статью. Ссылка в описании. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать меня и канал, приходите в студию Овердос учиться, записываться или репетировать. Творческих успехов и до следующего видео.